Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами пролетарей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 20 стих 25 главы книги «Исход». Лицами своими будут друг к другу, и будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов. Речь идет о том, что строится скиния Завета, первый храм, и самым священным местом в этой скинии будет ковчег Завета, где хранился самый святой предмет, скрижали с теми словами, которые начертал сам Бог, и остатками тех, которые были разрушены. И над аркой были помещены фигуры двух херувимов. О них в книге «Исход» говорится лицами своими, они будут друг к другу. Конечно, заслуживает особого внимания и размышления этот образ херувимов, которые смотрят друг на друга, над святая святых, потому что это дает какие-то очень важные указания на то, что есть человек, и что есть отношение человека и Бога. Смотреть лицом друг к другу. Само по себе это повеление кажется совсем небезопасным, потому что любое изображение может рано или поздно превратиться в идола, ему могут начать поклоняться, потому что изображение рано или поздно может восприниматься как реальная реальность. Поэтому к нему могут относиться как к реальному присутствию, что было совершенно неприятно Богу. Эта истина тоже имеет какую-то очень глубокую и психологическую мудрость, особенно для нас, когда мы живем в мире виртуальной реальности. Но дело в том, что сама скинья Завета была сооружена как ответ на эпизод «Золотым тельцом». И зачем же тогда на цвета святых ставить какие-то изображения, пусть даже это будут какие-то фигуры небесных сущностей херувимов? Некоторые древние комментарии говорят о том, что лица этих херувимов походили на детей. В других комментариях говорилось, что они были похожи на влюбленных. Для того, чтобы подчеркнуть, что это были какие-то невинные изображения, потому что «Золотой тельц» — понятно, это изображение силы, которое привлекает нас, которое увлекает, подчиняет наше воображение. Здесь что-то невинное — это как детская улыбка или как выражение лиц влюбленных людей. Также говорится о том, что когда Бог говорил с Моисеем, то это тоже происходило между двумя херувимами. И поэтому смысл того, что никто не видел, будет навсегда запечатленным в символике этих существ, потому что это настолько важно, что это установлено самим Богом. И все это перевешивает опасность идолопоклонства. В действительности этот образ нас учит также тому, что Слово Божие звучит там, где два человека поворачивают свои лица друг к другу в каких-то отношениях доверия, любви, в объятиях, великодушиях, взаимной заботе. Там, где люди видят лицо своего ближнего, там присутствует Бог. И это настолько очевидно, что нашло свое воплощение в символизме этих изображений, которые сопровождают ковчег Завета. Бог присутствует всюду, но не всегда человек готов услышать Его. Но именно в те моменты, когда наше эго, наше Я открывается навстречу другому Ты, в идеале, если это будет Ты с большой буквы, то есть обозначение Бога, то там пребывает Бог. Вячеслав Иванов в каком-то стихотворении тоже выразил эту истину такими прекрасными словами, когда мы в глаза друг к другу глядим, там совершается церковь. То есть он сказал о том, что там, где влюбленные видят друг друга во всей полноте, видят лицо другого человека, видят его достоинства и видят бесконечную ценность другого, там вдруг все наполняется божественным присутствием. Точно так же мы обнаруживаем образ Бога в самих себе, когда видим Его сияние в лице другого человека. И именно в этом промежутке, который существует между двумя лицами, который одновременно является знаком единства и союза людей, союза сердец, в доброте, которая освящена заветом, присутствует Бог. Эта взаимность всегда выражается в конкретных действиях, поступках, благодаря которым душа касается души другого человека. И сама Вселенная, которая нас окружает, тоже обретает какое-то лицо, лик, личный образ. В Библии можно встретить очень много настойчивых призывов к социальной справедливости и к правосудию. Потому что общество может существовать только там, где есть доверие и где есть некая справедливость и правда. Иначе все превращается как будто в джунгли. И народ, который живет по закону джунглей, конечно, обречен на исчезновение. Именно поэтому Библия постоянно призывает к социальной справедливости. Но в действительности существует еще нечто большее, что оказывается более важным, чем просто социальная справедливость и даже само общество. Никакое общество, никакая общность, никакая семья, дружеский союз, брачный союз, никакой народ не может существовать, если между людьми не существует такой филигранной сети взаимности, которая соединяет личность с другими этими невидимыми узами. Вот почему этот символизм – видеть друг друга лицом к лицу, быть обращенным друг к другу – является то, на чем стоит мир и без чего невозможно. И как будто вот эта богословская тайна, которая выражена в образе божественных херуимов, одновременно отражает нам, кто есть человек. Там, где мы не видим лица, там мы не видим человека. И там возникает насилие, обесчеловечение, и возникает то, что в Библии называется грех. Конечно, ярким примером тому является Каин. В тот момент, когда Бог отверг его жертву, говорится о том, что его лицо померкло. Он потерял лицо, он потерял человеческое обличие, и Бог видит это. И в тот момент, когда он обращается к брату, в Библии говорится, и сказал он брату своему, дальше точка, потому что не сказано, что он сказал. Это означает, что он не сказал ничего. Это означает, что он не видит уже в этот момент в своем брате лица, не видит другого человека. Это означает, что злоба и ненависть им овладела настолько, что он уже в сердце своем совершает это первое убийство и проливает кровь. Поэтому в тот момент, когда мы перестаем видеть в другом человеке человека, видеть его лицо, там возникает большой соблазн, большая опасность, насилие, зла. И приходят в действие те механизмы, которые потом очень трудно остановить или дать им какой-то обратный ход. Точно так же, как когда игнорируют другого человека, это является очень болезненной формой насилия. Именно поэтому в Библии говорится о том, что человеческие отношения, человеческую общность, сообщество можно основать и создавать только там, где признается абсолютная ценность этих «я» и «ты». Другой совершенно ответ дает современное общество, рыночные отношения, государство, где главное создать какие-то безопасные условия для развития деловых отношений, которые очень легко становятся чем-то обезличенным. И с этой проблемой, с этой бедой мы сталкиваемся на каждом шагу. По мере того, как наше общество становится обезличенным, и эта беда не только российского общества, но и вообще современного мира, где преимущество отдается экономическим отношениям и рынку, такое общество становится менее человечным. И поэтому на верующих людях лежит особая ответственность за то, чтобы придать какое-то человеческое измерение этому миру. Там, где другой имеет лицо, там, где возможны какие-то более глубокие отношения, чем просто какая-то кооперация или дарвинистическая биология, или какая-то теория рационального действия. И в качестве примера я бы хотел привести вам парадокс, который известен как дилемма заключенного. Оказывается, что индивиды, каждый из которых действует, руководствуясь только своей личной выгодой, не считаясь интересами другого, приходят к худшим поступкам для самого себя. Так, например, два человека, арестованных по подозрению в преступлении. Если они свидетельствуют друг против друга, они получат более долгий срок. И наоборот, если они не пытаются обвинять друг друга, то их срок заключения будет более короткий. Сама по себе эта дилемма действительно очень парадоксальна, необычна. И сама формула этой дилеммы не так важна. Но важен вывод из нее. Вместо конкуренции, та группа, где есть навык сотрудничества и солидарности, именно она будет процветать, потому что очень многое зависит именно от доверия. Экономисты это называют социальным капиталом. Очень часто экономические и финансовые кризисы разгораются там, где просто становится нехватка взаимного доверия, где перестают выдавать определенный кредит доверия. И то, что политологи называют взаимным альтруизмом, который становится настолько эффективным в области экономических отношений, тем более становится совершенно незаменимым в плоскости человеческих отношений. Поэтому это и есть отношение завета. Дом, семья, школа, община, любая общность действительно являются какими-то духовными товарами. Они создают среду, в которой мы взаимосвязаны, но не потому, что мы можем друг к другу делегировать власть, полномочия, богатство, но потому, что между нами есть узы любви и человечности, которые как раз и создают вот эту очень сложную грамматику взаимности и этических отношений. И мы узнаем, что любовь возникает не напрасно, разделяя нашу уязвимость, наши человеческие слабости, принимая слабости других, мы тем самым приобретаем силу. Как это работает еще? Если, допустим, у вас есть тысяча рублей, и вы решили осчастливить 10 человек в одинаковой степени, то вы разделили на равные части, раздали их, и вам осталось меньше 100 рублей. Но если вы берете вот этот человеческий капитал, скажем, доверие, дружбу, любовь, щедрость, и пытаетесь ей поделиться, то в действительности происходит умножение этого богатства. По крайней мере, именно к этому приглашает Священное Писание, когда указывается на то, что нужно видеть лицо друг друга. совершить по-настоящему какие-то великие действия. Умножать богатство можно только в той мере, в какой мы видим лица друг друга и обращены друг к другу. Там, где, возможно, по-настоящему человеческие отношения. Однажды меня спросили, а что такое община? Община, прежде всего, это то место, где знают твое имя, и другая вещь, там, где скучают о тебе, когда тебя там нет. Это справедливо и в отношении семьи, и в отношении любого сообщества, где каждый член является уникальным и ценным в этой цепи солидарности и человеческих отношений. И именно такие узы социальных связей и человеческих отношений призывают нас выстраивать Священное Писание, более того, дают символические образы, метафоры, которые помогают это понять в какой-то глубине и помогают нам их реализовать в какой-то максимальной полноте в нашей жизни. На портале Exeget.ru с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.